Ребята, всем привет! Меня зовут Руслан, мы на канале Батя в деле. Можно сказать, что давно не виделись. Я не выпускал чуть больше месяца ролики. Это связано с одной причиной. Я, моя жена, мой ребенок, мы переболели коронавирусом. Не знаю, кто и как его притащил, но сначала пандемия, сначала первых волн. Я работал и не парился, и не думал о том, что я могу заболеть, так как я живу здоровым образом жизни, не пью, не курю, занимаясь спортом, и в целом не переживая зря, не нервничая по какому-то поводу. Ну и собственно люди нервами могли бы себя сами уже свести к тому, чтобы у них ослабился иммунитет, и они зацепили эту заразу. Но ближе к делу. Ладно, я заболел, я находился в Балашихе, в микрорайоне железнодорожном, и хотелось бы рассказать о том, какая здесь медицина. Мы периодически видим изначально в сети много всяких публикаций от СМИ, что выделенные большие средства, открыты новые койки, там губернаторы хвастают, что все под контролем, там и так далее. Типа все схвачено, все на высоте, со всем справимся, зараза, ну как бы не убьет, короче, все будет хорошо. Что происходит? Я заболел, первый день 39 температура, второй, третий, и с каждым днем становилось все хуже. Ломало, реакция организма была не очень хорошая. Ну, в целом, в комплексе это было тяжело. И на третий день я понимаю, что все, ситуация плачевная, запахи пропали, какие-то вот, получается, симптомы коронавируса уже есть, и пора вызывать медиков. Позвонили, вызвали медмашину, сказали, что приедут, образно, там в 2-3 часа ночи. Но это был полный игнор, нас просто забили, положили сверху большой и толстый, и 9 дней к нам никто не приезжал. Мы, там, у сестры и жены, которая работала с ковидами, узнали, какие нужны, там, лекарства, что нужно делать, там, и так далее. На свои деньги закупились, там, ну, допустим, тысячи на 10 поэконому, бюджетно. Закупились каким-то, вот, какой-то основой, и еще не докупили много лекарств, которые нужно было взять на 10 тысяч. В них, там, вошло, получается, по 3 укола на каждый день, там, по куче таблеток в день, там, штук по 20, наверное. Спустя 9 дней, после, там, первого звонка, мы поняли, что медики, они приедут просто так. Пришлось пойти на некие шаги, на некую манипуляцию, и позвонить еще раз, и сказать, что у нас был дежурный врач, и он сказал, что у нас двухсторонняя пневмония, и нужно срочно человека забирать на КТ и, как бы, везти дальше, там, куда-то в больницу или куда. Минут 5 какой-то был спор по телефону с оператором, в итоге в 3 часа ночи, ну, получается, утром приехали медики, 40 минут были они в квартире, они спорили о том, что не было направления, хотя я им говорил, что дежурного врача больше, ну, точнее, участкового врача больше нет, есть только дежурный. Вот, этот дежурный не дает направления, и вот, собственно, он не дал, сказал просто нас забрать. На что я слышал историю, что по 500 заявок в день, еще и вы тут, короче, мы и так не успеваем, у вас там нет направления, там, ну, в общем, много было разговоров на пустом месте, я говорю, ладно, все, либо забирайте тогда, либо уезжайте. Ну, типа, о чем здесь спорить, 3 часа ночи, как бы, вообще, и так сложно было до этого уже, и такое отношение к медикам после этого не очень хорошее, когда там звонишь и вызываешь, никто не приезжает, как бы, видишь, что государство, которому ты платишь налоги, просто в лице исполнителей, там, медиков каких-то, да, положили на тебя, опять же, большой, толстый. Но, в итоге, они меня забирают, везут в больницу, перед входом в больницу, что-то еще там свои негодования какие-то мне высказывают, вот, я подхожу к больнице, ну, собственно, если вот так посмотреть на железнодорожный, здесь была, ну, крупная, как больница, ее закрыли, и она не является ковидной, она только принимает вот всяких вот людей, кому нужен и КТ. Также отдельно, сейчас расскажу про больницу, которая была роддом, и, собственно, которую закрыли под ковид. Значит, момент какой, как только я вот от них отхожу, иду в сторону того вот отделения, где там делают КТ, я вижу, что на парковке стоит достаточно машин газелей, да, водители внутри спят, то есть нету каких-то признаков того, что куча сейчас заявок, и все в разные стороны, как куда-то летают, кого-то привозят. Вот захожу там внутрь в предбанник, в некий, ни одного человека, и ко мне выходит сонный врач, вот как вот кто в армии служил, типа фаза утром, фаза днем, так до дембеля дойдем. Вот выходит человек, у которого он просто на чем-то спал, у него осталась полоса, он выходит ко мне такой заспанный, типа из серии с таким лицом, что, блин, хрен ты приехал, я сплю, лежу, блин, ты еще мешаешь, чтобы спать мне. Вот, в итоге раскачался этот врач, мне сделали это КТ, разогрели они этот аппарат, там, в общем, сделали КТ, говорят, у тебя 30% поражения легких. Чтобы не было какого-то там пустословия, у меня есть некая, ну, как бумага об этом поражении, это, наверное, нельзя назвать заключением, это компьютерная томография органов грудной полости, 30% поражения. КТ-2 второго уровня, вот. Мне предлагают лечь в больницу, в Балашиху, говорят, что в железнодорожном не кладут, хотя в железнодорожном отдали крупный роддом под ковид, да, типа переоборудовали его, выделили на этот денег, подготовили все. И, собственно, это сейчас, этот роддом, эта больница, он стоит с темными окнами, да, просто ночью. Видно, что там никакой активности нет, никого нету. И, собственно, зачем эти были выделения, что за цирк, да, почему эта больница, как роддом, хорошая, закрыта, и, собственно, для ковидных она закрыта. Предлагают мне поехать в Балашиху, на что я говорю, слушайте, я уже, на самом деле, пролечился, там, 9-10 дней, мне нужно было сейчас понять, сколько у меня поражений легких, я уже не поеду, потому что я себя по сравнению с первыми днями, когда мне реально нужна была помощь, когда я вызывал и думал, что я двину коня, ко мне никто не приехал. Суть такая, что я отказался от госпитализации, вот, поехал домой. Все это, вот, вся эта наша зараза, можно сказать, что она началась примерно, там, с 9-го, с 10-го, может быть, числа, июня. И дома пробыли почти 3 недели. 2 недели мы жестко болели, 2 с половиной, там, и вот еще, там, около недели мы раскачивались, восстанавливались. Конечно, зараза дикая, нас она срубила очень жестоко. Вот, ну, и, собственно, мы лечились своими силами, там, государство наше и наши медики нам никак не помогли. Вообще, совершенно никак. Тем более, когда мне предложили госпитализироваться в больницу с моим поражением легких, я уже себя чувствовал, опять же, повторюсь, нормально. Были, конечно, проблемы с дыханием, но в целом я уже восстановился, я не знал, к кому я попаду, в какую палату, чем меня будут лечить. И, может быть, мне стало бы хуже из-за каких-то тяжело больных людей рядом со мной. Может быть, я бы заразу еще хуже словил бы. Дальше, конечно, у меня более интересная история начинается. Я захотел сделать, ну, так как начали всех водителей такси обязать всех водителей, начали такси делать прививки от COVID-19. Иначе мог быть штраф там на юрлицо от 100 до 300. То есть, приходили уведомления на госуслугах. Все СМИ об этом трещали. И, короче говоря, создавалась такая шумиха, нагнетающая обстановка очень сильная. Я подумал, что, ну, мне рано делать прививку. Я хочу сделать, попробовать метаотвод. Я прикреплялся к разным больницам, включая даже на Лухмановской. Объездил разные места, чтобы как-то доказать, что я болел, взять какой-то метаотвод. Один из моментов было забавным таким. Как раз таки там на Лухмановской есть больница, ну, как поликлиника, в которой можно бесплатно сдать ПЦР-тест. Но очень смешная с этим ситуация, что ПЦР-тест, открывается регистрация на него в 7.30. И в 7.31 она закрывается. Я говорю, вы что смеетесь? Как люди могут за эту минуту зарегистрироваться? Только жмешь время, начинаешь заполнять данные, жмешь записаться, и уже на это время кто-то записался. Или уже записан. И вот пока я там спорил на ресепшене с администратором, подходит к второму администратору женщина, которая говорит, что 3 недели она уже не может записаться, и может быть есть какой-то вариант, как это сделать, помимо этого. Собственно, у нас так, наверное, вы можете сделать ПЦР-тест, но вы просто бесплатно. Но вы не запишетесь на него. То есть, собственно, круговорот, замкнутый, да? Как будто бы есть распоряжение, что сделайте все по максимуму вот так вот в этом плане, чтобы люди не смогли этого сделать. Но как бы открыто тебя посылают нафиг, не текстом, а какими-то обстоятельствами, какими-то действиями, да? Не знаю, какого у людей еще терпения хватает вот это все дело переносить. И единственное, дальше там через врачей прошел, пытался там что-то как-то доказать, что мне нужен медотвод, мне нужна какая-то бумага о том, что я болел. И мне говорят, что ты болел неофициально, ты не вызывал медиков, да? Тебе, собственно, не брали мазок, если бы... Ну, и ты не проходишь в каком-то реестре. Если бы, конечно, у тебя взяли бы в моменте сейчас мазок, и показало бы, что ты болеешь. Только так ты доказал бы, что ты болеешь, и что можно тебя внести в реестр, дать тебе какой-то метаотвод, допустим, из-за того, что ты болел. И больше никак. Если ты там, без разницы, хоть файзером, зарубежным укололся, тоже не отмаз. То есть идет активное пропихивание, продажа просто этого спутника людям, да? Где логика, если я там укололся другой прививкой, да, от COVID-19? Почему она не считается в России? Почему считается только спутник 5? Что это за дела? Ну, или там ковивак, или еще что-то вот от местных производителей. И, значит, весь этот круговорот, дебилизма, глупости меня завел в такую ситуацию, что мне пришлось записаться на вакцинацию. И поехать себе сделать уже укол. Значит, я приехал в Балашихе, по-моему, поликлинике номер 6. Был записан там на пол второго дня. Приехал, наверное, часов в 12. И там огромная очередь. Я говорю, кто там, кто, кто, как там, по времени, не по времени, кто, кто, что, в общем. Ну, и говорю, что я там по времени хочу пройти или что-то там узнать, или спросить. Они говорят, тут, в общем, живая очередь. Я говорю, в смысле живая очередь? Какая? Я же говорю, я по записи. И там народ говорит, да тут все по записи. На каждое время давало записывать по 5 человек. И там живая очередь из тех людей, кто по электронной записи. Просто это только в России Такой народебилизм может быть Если бы люди какие-то, жители других стран Вдруг попали бы в эти условия Они бы сказали бы, народ, вы что гоните Вы как бы вообще, вы платите налоги И вы вот это все терпите Вот эту всю бредятину Вот, все отстоял я эту живую очередь Попал, причем забавно Что после меня могли стоять люди У которых запись раньше, чем у меня И наоборот, в общем И в итоге я захожу К врачу, она говорит Ну там идет по списку, причем до Входа к врачу ты сразу пишешь Добровольное согласие, тебя еще не осмотрели Но ты уже обязан написать Добровольное согласие, хотя тебя к нему принуждает К этой прививке Я захожу к врачу И по списку там она идет Там есть какой-то типа чек-лист Всяких моментов, она говорит, вы болели ковидом? Я говорю, да И вот рассказываю в принципе эту историю И там все от начала до конца И она там сидит головой так и кивает И просто в один момент Ну я у нее не выпрашивал ни метод отвода, ничего Я просто рассказал свою историю И она говорит, а зачем тебе делать прививку? Я говорю, ну как зачем? Меня как бы обязали Меня государство поставило перед таким вот Безвыбором о том, что если ты либо делаешь Либо ты получаешь штраф 300 От 100 до 300 типа Ну это по-любому будет 300, а не 100 И этот замечательный человек пишет мне метод Вот на полгода И она говорит, потерпи до Нового года У тебя сильное поражение КТ-2, там второй уровень Тебе вообще нельзя пока делать об этом думать Потерпи до Нового года Восстановись, а там уже будет понятно Уже сделаешь, там зависимость от ситуации Во всем И вот вся история Вот вся медицина в Балашахе хваленная О том, что туда выделяют много денег Там одно закрывают под ковид, которое не работает Медики, которые по 500 заявок в день ездят, делают Хотя сами спят в машинах там или еще где-то И вот, пожалуйста, вся медицина Я, конечно, в шоке Я обалдел от этого всего Никому не пожелаю, конечно, болеть этой заразой Она реально жесткая Может быть, меня она срубила сильно Там здорового человека Может быть, того, кто пьет или выпивает Или как-то отдыхает Она и не возьмет, кто знает, да Вот, или он переболеет легче, чем я Но, собственно, в моем случае, там, меня и жену Очень сильно срубило Благо, что ребенка, как бы, он перенес Как бы легко всю эту историю Вот такие дела Ну, дальше что? Я восстановился То есть, я сейчас, в принципе, иду уже по пути спорта Восстанавливаюсь, уже себя хорошо чувствую И куча роликов у меня скопилось На компьютере, там есть 17 необработанных роликов Которые нужно уже выкинуть Куча материалов Я сейчас буду этим заниматься и все выкладывать Так что, таких пауз больше не будет Смотрите следующие ролики Всем спасибо за внимание Спасибо за просмотр Ставьте лайк, либо дизлайк И пишите комментарии о том, что вы думаете Вообще об этом, обо всем Все, всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok